Всех приветствую на своем канале. Давайте посмотрим сегодня расклад на Червоного Короля. Девушки и женщины смотрят на завадного мужчину. Мужчина может смотреть на себя. Подумайте о нем, представьте его или себя, если мужчина сможет. Тридцать шесть картей четырех мастерей. Скажите всю правду про Червоного Короля. Червоный Король где-то далеко. Ну, смотрите, он, судя по всему, в компании при Крестовом Короле, при Бубновой Даме. Кто эти люди, мы, ну, я думаю, увидим позже в раскладе. Если эти люди будут повторяться, да, вот эти вот фигурные карты, значит, существенные люди. Если, например, ни тот, ни другой не выпадет позже, значит, это там, ну, какая-то временная компания и так далее. Ну, вот, может быть, именно сейчас, прямо когда вы смотрите расклад, он находится, Червоный Король находится вот в компании двух людей. Так, и судя по тому, что он выпал ближе к концу колоды, мыслими он тоже где-то далеко. Ну, если смотрит женщина, может быть, кстати, вы себя Бубновой загадываете, например, тогда он рядом с вами. Ну, я буду просто трактовать, я уже не знаю, потому что постоянные претензии, что не того Короля, то Крестову, не то Бубнову. Поэтому там сами в своей масти загадывайте, смотрите, либо по описанию расклада поймете, где вы, или там, соперницы, например. Так, что у него под сердцем, что на сердце, в голове, в пороге было, будет. Так, выпали у нас опять эти карты и Крестовый Король и Бубновая дама. Так, давайте начнем с самого сокровенного, с того, что под сердцем. Что дом, дом, ну, думает о доме. Наверное, в большей степени поглощен домашними заботами, там, каким-то обустройством дома, либо, может быть, кто-то задумал какие-то изменения, связанные с жильем, кто его знает, может быть, там, купли-продажи и так далее. Ну, в общем, под сердцем дом. Если кто-то давно не был дома, то вот фоном постоянно эти мысли о доме. Или у кого выходной, как хорошо, что я, наконец, дома. Вот что-то такое. То есть о доме человек думает. Что на сердце? На сердце удар из-за денег. Сильно переживает человек из-за денег. И об этом он может говорить, ну, с крестовым королем, который, думаю, я все-таки, ну, друг, товарищ, потому что червонные карты к нему, то есть, хорошо относятся к нему с любовью, ну, если можно так сказать. Ну, друг, назовем другом, что там, жаловаться может, может просить, там, денег в долг и так далее, обсуждать вот эти финансовые дела. Ну, в общем, сильно переживает из-за денег. Скорее всего, не хватает. Может быть, как раз и дом под сердцем из-за того, что, ну, денег в дом нужно, а нет. И сильно он из-за этого переживает. И вот и в голове печаль досада. Рядом ложится дорога как раз вот этого крестового короля. Я думаю, что он хочет с ним встретиться. Ну, крестовый король, видимо, не против, потому что вот здесь вот много крестовых карт. Рядом. Я просто сейчас выискиваю, скорее всего, любовная линия все-таки интересуется. Но у меня такое ощущение, что человек больше сейчас заморочен именно финансовыми своими делами и общением вот на ближайшее будущее с этим крестовым королем. Потому что... Да, мы пиком тут все подпортила. В общем, у меня такое ощущение, что червоный король ищет помощи, поддержки. Ну, хотя бы там моральной или делами, да, что-то от крестового короля. Но вот он где-то от него далеко. В первом триплетии мы видели, что выпали они вместе, да, мы бубновые. Крестовый король. Но, может быть, это мысли. Мысли о том, что свидеться, увидится. Потому что вот эта позиция, это то, что далеко не рядом с ним. Все-таки, может быть, червоный король думает о том, чтобы с ним встретиться. Но пока вот есть препятствия. Поэтому вот он здесь досадует, переживает. А, может быть, это еще карта ссоры. Может быть, у них есть какие-то между собой денежные там отношения, когда кто-то из них кому-то не отдает долг. Может быть, и такая ситуация, что крестовый король, друг какой-то занял денег, не отдает. А здесь человек переживает, потому что у самого уже проблемы с деньгами. Надо бы этот долг получить назад. Но говорить об этом с товарищем все-таки положительно. Он к нему относится позитивно. Потому что девятка и десятка к этому королю. Вроде как бы назад попросить, да неудобно. И вот злой здесь. А тот тоже куда-то в кусты пока, видать, не может, может быть, отдать эти деньги. Но вроде как хочет. Ну, вот такая тут какая-то скользкая, не очень приятная ситуация, когда, ну, либо наоборот, помощи он от него просит. А тот куда-то от него это пока в стороне. Ну, и вот переживания, досады из-за этого. Ну, вот не назову, конечно, этого человека. Врагом не назовешь. Но вот такой вопрос, знаете, который неудобно обсуждать. И связан это, скорее всего, с деньгами. Потому что на сердце переживания из-за этого. Ну, вот что-то здесь такое. Либо вернуть долг разговор, либо помочь. Как деньгами помочь, да? То есть так и какими-то делами. Потому что вот хлопоты крестового короля. То есть помоги, сделай там что-то, да? Что-то там за меня, что-то вместо меня. Или за меня там поработай. Но что-то вот нет, не клеится, не получается. Так что дружеские отношения есть. Но, например, если это друг-коллега по работе, то, знаете, как говорится, дружба на работе – это то еще мероприятие. Ну, ладно, оставим в покое крестового короля. Все-таки свидятся они вместе. Вот она, семерка крестовая. И опять ложится при бубновой даме. Вот что-то как-то... Дама тут еще бубновая вмешивается. Она и в первом треплете вместе с крестовым королем выпадала. Я не вижу, что тут червонный король ваш где-то в каких-то любовно-роматических витает облаках. Нет. Но вот если у кого-то есть там какие-то трехугольники, четырехугольники, то здесь да, потому что здесь... Я не знаю, одна карта тут что-то цепляется за другую. Семерка крестовая. Ну, то есть, значит, с крестовым королем они свидятся. Здесь вот ложится бубновая дама. Ну, смотрите, здесь такая ситуация. Из прошлого тянется ее любовная карта, девятка бубновая. Ну, такое ощущение, что в прошлом она там какие-то чувства симпатии испытывала к загаданному червоному королю. Здесь она вдруг как-то нарисуется, вспомнится. Вот. Какие там у них были отношения, не особо я здесь вижу. Но единственное, что когда она там мелькала в поле его зрения, было какое-то общение у них, она была при пиковом короле, при другом. То есть, она была как бы занята, но чувство, симпатию там, влюбленность, любовь испытывала к загаданному червоному королю. И там что-то, я не знаю, может быть, она со своим пиковым королем разругалась и решила вот тут снова нарисоваться. И тут вот в пороге, хочется сказать, она к нему может как-то проявляться. С предложением даже встретиться или какие-то тут письма написывать. Если это, ну, вы себя загадывали, то, значит, это ваше проявление интереса к нему. Если это кто-то там соперница какая-то, так что здесь вот бубновая дама им сильно интересуется и чувства идут ее откуда-то, оттуда из прошлого. Что здесь еще выпадает? Ну, я не вижу, что он на эти чувства ее откликается. То есть, она ему никак. Вот эта бубновая дама, она ему не... Не то у него сейчас какое-то положение, чтобы вот интересоваться. Его тут, по-моему, вообще, кроме денег и его дел, какого-то вот удара сердечного, связанного с деловой и финансовой сферой, больше ничего не интересует. Так, что здесь еще? Бубновый король какой-то выпадает у нас еще. Червоная дама и девятка треф. Ну, девятка треф, интересно, вот карту запомнила. Это такие люди, с которыми может прекратиться общение. Ну, здесь, конечно, можно связывать, что девятка треф относится к крестовому королю. Там, может быть, это его любовь к червонной даме. Но это уже такие, знаете, дебри, которые только там при уж какой-то конкретной личной истории можно разбирать. Я думаю, не буду здесь это цеплять. Скорее всего, это вот бубновые короли и червонная дама, люди, с которыми у червоного короля вскоре общение прекратится. Ну, там, например, коллеги по работе уволились, там куда-то перешли, что-то еще. Ну, это, конечно, больше к бубновому королю относится, потому как королева червонная – это, конечно, в первую очередь супруга. Вот если вы на мужа загадывали, то здесь вы. И, скажем так, знаете, как здесь можно трактовать? Вот если вы на мужа смотрите, то дама червонная, конечно, будет вашей картой. И тогда здесь можно так трактовать, что все-таки интерес червонного короля к червонной даме перебьет общение там с другом. Например, если супруг ваш любитель там где-то сидеть в гараже или с другом там где-то общаться, встречаться вне дома, там на рыбалку вместе ездить, и как он, вы скажете, надоел, и когда он будет проводить время в семье, то вот наконец-то вот это время для вас настанет, для кого это актуально. Ну, я знаю, что это такой тоже вопрос, волнующий многих. Вот, тогда здесь так, общение с бубновым королем сходит на нет и перекрывается общением с червонной дамой, то есть с вами. Если супружеских связей здесь нет, то это опять перекрывается, значит, интересами к семье. Опять дом его волнует больше, дом под сердцем. Вот, а бубновый король отходит на там задний план уже. Имеет ли какое-то отношение король бубновый к бубновой даме? Да, это можно смотреть как парные карты, как пару, если они, ну, если вы там, например, предполагаете каких-то парных людей. Может быть, но я не вижу смысла, опять же, здесь, знаете, разбирать какие-то трехугольники, четырехугольники, потому что, ну, нету каких-то чувств сильных любви к червоной короле, к какой-то определенной даме. Вот единственные такие карты любовные выпали и то на крестового короля, но они здесь, конечно, говорят о дружбе, о хорошем расположении к этому человеку. То есть это, может быть, я не знаю, вплоть до того, что это друг детства, давний какой-то знакомый, близкий. Вот, ну, дальше уже повторяться не буду, много уже о нем здесь проговорила. Так, семерка бубновая, валет бубновая рассказала, что бубновая даме может проявляться, или уже это делает сейчас, и что здесь еще? Ну, будет ему известие, ну, тоже, знаете, с восьмеркой пиковой так вряд ли она его как-то порадует. Ну, в общем, про любовь здесь вообще не могу рассказать ничего пока о червоном короле, да, что он тут в кого-то влюблен или что-то там, потому что все мысли в деньгах, в работе, в решении вопросов. Вот, все как-то, вроде как и много людей фигурных карт выпадает, но я бы не сказала, потому что червонных карт к этим людям не тянется. Вокруг него есть люди, но он не испытывает к ним интерес, и в ближайшее время этого не будет. Ему сейчас нужно решить свои денежные и деловые вопросы. Вот на этом мы остановимся, поэтому так. Ну, плюс в том, что, ну, смотря для кого плюс, если смотрит супруга, жена, плюс о том, что мысли о доме и о ней. Если смотрит любовница, ну, для нее это, соответственно, минус, да. Ну, и там уже смотрите ситуацию под себя. Давайте смотреть расклад дальше. Так. 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 Так, а с чем же он тут у нас останется? Так, известие от Бубнового Короля будет ему, то самое известие, которое я сказала, будет какое-то неприятное. Ну, мне кажется, большей степени даже будет на него злиться Бубновый Король. Ну, мол, всегда мы так с тобой хорошо время проводили на рыбалке с рюмкой чая, да, а тут ты вдруг куда-то пропал. И, ну, теперь уже он будет злиться, досадоваться, а здесь он вот ему скажет, ну, вот у меня тут пока свои проблемы. Ну, все такое, знаете, бытовое, неинтересное, скучное, ни с чем он тут не остался. Ну, вот, поэтому, поэтому так прямо даже и... Давайте дальше смотреть. Ну, мол, не до тебя мне сейчас, а тот вот будет злиться, обижаться. Может быть, компания была хорошая, а тут она разбилась, скажем так. Так, семь карт у нас осталось. Восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, восемнадцать. Так, для короля, вот опять, да, то же самое, не будет повторяться. Злиться будет на него бубновый король за то, что вот он как-то с ним общение прекратил. Ну, может быть, какой-то такой, знаете, холостой друг, который, это если червоный король в браке, да, ну, который будет, а, ну вот, там женился, все, теперь, значит, ты не в наших рядах, все, значит, теперь тебя за уши не вытащишь. Ну, как вариант что-то такое может быть, потому что вот опять он на него злиться, падает для короля. Так, для дома, ну, дома вот жена тоже что-то может ему сообщить. Ну, это либо какие-то семейные известия, опять, потому что если не в браке червонный король, то это родственная масть, это опять же может быть и мама, ну, и вообще это родственная карта, поэтому смотрите уже по своей ситуации. Может, ну, знаете, скучать может, вот, потому что девятка, трех, опять карта отсутствия, ну, вот как-то мало видится, либо что-то такое. И опять вот мысли о доме, да, в начале расклада выпадал, может быть, редко дома бывает, может быть, вообще в какой-то длительной командировке где-то вот известие, да, там, от нее, или смотря как, даже если никто ни в какие командировки не уезжал, то вот желание побыть вместе, побольше, почаще и так далее. Для сердца. Опять переживания из-за дел, из-за хлопот, желание опять встретиться, ну, наверное, с крестовым королем, решать вот эти свои проблемы. Переживания на сердце, опять переживания, проблемы, что было. Так, на работе. Вот здесь, смотрите, на работе свидание с бубновым королем, может быть, этот друг по совместительству коллега. Ну, как вариант тоже может быть. Но вот здесь в прошлом, вообще-то, было какое-то приятное событие, связанное с работой. Что есть? Так, крестовый король выпадет? Нет. Ну, это опять вот мысли червоного короля здесь, как бы, это карта разговора, но так как разговаривать не с кем, здесь нет фигурной карты, значит, это его мысли, опять вот желание ему встретиться, опять все, он вот хочет встретиться с этим семерком, с крестовым королем, все, вот он хочет с ним какие-то вопросы решить. Я говорю, то ли, то ли что там, то ли в деньгах, то ли помощи, то ли какие-то вот дела они между собой хотят. Он с ним, червоный, с крестовым хочет решить. И на будущее, что выпадают хлопоты, но опять с какой-то досадой. Вот все, он в каких-то погряз делах, в каких-то проблемах, неприятностях, и вот на сердце. Ну, еще, я говорю, если парные карты, если в браке, то много времени уделяет семье, либо жене, вот мысли много об этом. Знаете, вот такое ощущение, что все друзья в сторону, решаем денежные вопросы, деловые, может быть, кто-то за ум решил взяться. Все, деньги в дом и побольше, и здесь вот, и что-то, и помощи, да, может быть, он кого-то просит там устроить его на работу, или как-то посодействовать ему и так далее. У всех по-разному, ну, как я сказала, может быть, подменить там какую-то смену или что-то еще. Вот, поэтому вот так вот здесь давайте посмотрим, что у нас в сухом остатке получается. Жалко, что червонная дама выйдет из расклада, спекло выйдет. Хотя кому как опять, да, кто смотрит, супруга или не супруга, другая интересующаяся девушка. Поэтому для всех это может быть кому плюс, кому минус. Так вот хорошо, эта печаль у нас ушла. Будем надеяться, что проблемы все решатся, разрешатся, потому что сейчас он как-то больше в своих мыслях, король червонный. Он находится, все эти его проблемы поглотили. Так, вот о чем я говорила. Да, мы ушли. Что здесь еще? Ну, вот осталось, вот знаете, вот как опять расклад какой-то нелюбовный. Расклад больше вот, наверное, может быть, для пар, которые уже давно в браке. Где, ну, чувства, знаете, может быть, для кого-то притупились, для кого-то, может быть, рутинно. Но это более на длительные отношения похоже, чем на какие-то романтические, потому что романтики никакой нет. Но вот опять мысли или разговор, да, с Бубновым королем о том, что как бы вот они врозь даже смотрят. Вот как-то это выходит на передний план, что, как я уже сказала, перестает червонный король общаться с каким-то Бубновым королем. Вот очень похоже на холостого друга, который, там, компания у них состоявшаяся была. Знаете, каждый год 31 декабря мы с друзьями ходим в баню, а тут вот не сложилось, не получилось. Поэтому вот, ну, какой-то вот упор на это есть. И вот решение вопросов. Я думаю, вопрос он себе свои денежные, деловые решит. И вот осталось как-то мягко отказать, наверное, бывшему товарищу. И сказать, что как-то, извини, у меня сейчас другие приоритеты, семья и так далее. Ну вот, получился такой расклад хозяйственный, деловой. Да, больше, наверное, таких для пар со стажем. Пишите ваши комментарии, будет интересно, как всегда, узнать. Всем спасибо за просмотр, всем до свидания.